Так, ну что, дорогие друзья, добрый вечер, спасибо за терпение. В это время, вижу, многие не спят. Значит, что побудило меня выйти в наш незапланированный лайф? Значит, я посмотрел сейчас программу «Политика» с Натальей Мораль. Там были здравомыслящие люди, были больные люди, были продажные. Ну, в принципе, Наташа умеет собирать пациентов с разных палат. Значит, очень грамотно говорит аналитик Виктор Чубану, правильно говорит Александр Петков. Сережу Макану, видно, опять отпустили из больницы за хлебом, а он как бы решил параллельно зайти на программу «Политика». Про Стариха Табыча Андреевского вы все знаете, комментировать не буду. Суть не в этом. Очень много спекуляций касаемо визита Плохотнюка в США. Очень много мнений о том, будет Плохотнюк примером или не будет. Вы знаете, я указывал 4 пункта планы Плохотнюка на декабрь месяц. И вообще нам нужно заканчивать с этими предсказаниями, нужно переходить к каким-то конкретным шагам, потому что сегодня Плохотнюка абсолютно ничего не беспокоит. Если раньше, скажем так, он чего-то боялся, боялся чего-то, я имею в виду, что кто-то озвучивал его планы, и он был вынужден приостановить их отказаться. А сейчас ему уже по барабану, ему наплевать. Ему наплевать, что о нем будут говорить люди сейчас. Ему наплевать, что о нем тем более будут говорить люди через 100 лет. Ему важно стать хозяином страны любыми путями, понимаете. Ему важно, как можно больше украсть, ему важно, как можно больше сделать для того, чтобы легализовать все то, что он украл. Да, я слушаю Андреевского, который говорит, что вот, ему надо дать публичную должность, он должен себя проявить. Да, можно в течение 15 лет грабить, убивать, заниматься рейдерскими атаками, контрабандой и так далее, для того, чтобы потом потратить несколько десятков миллионов долларов из украденных сотен миллионов, а вместе со всей бригадой украли миллиарды, понимаете. Значит, и что? Ну, и где страна? Что люди получат от всего этого? Поэтому, самое страшное, что задавая нам определенную тональность, ахать-охать, будет примером, не будет? Конечно, будет. Ему надо легализоваться. Ему надо легализоваться, ему нужно, он понимает, что у него все больше и больше проблем с заходом в определенные кабинеты. Поэтому, как бы, примером он становиться, попытается стать, хотим мы этого с вами или нет. Меня интересует другое, что пока мы обсуждаем проблему елки, пока мы обсуждаем с кем встречался в Европе, с кем встречался в США, потихонечку идет абсолютно новая кража, о которой, как бы, никто не говорит. Да, они сделали такой вброс в СМИ, на всякий случай, да, когда была сделка по продаже гостиницы Кодру. Ну, как бы, это все все прочитали, услышали и как-то, ну, смирились. А все, на самом деле, происходит следующим образом. Значит, первое. Плохотнюк решил украсть последний мощный банк в стране. Может быть, он не столько хочет украсть банк, сколько те деньги, которые есть в этом банке. И он с этим уже успешно справляется. Речь идет о агроинбанке. Значит, сегодня со всей ответственности заявляю, и хочу поблагодарить прокуроров, которые не все являются такими конченными, как Виориал Мораль и прочие подонки, которые служат Плохотнюком. Где ребята говорят, как бы, ну, серьезные вещи. А именно, что Плохотнюк сегодня уголовными делами шантажирует предправление банка господина Сергея Чеботаря. Значит, в результате угроза уголовными делами, которые есть против Чеботаря. Один из его заместителей, кстати, был задержан не так давно. Значит, уголовными делами, угрожая расправой, значит, Агроинбанк, руководство Агроинбанка, заставили купить у Плохотнюка гостиницу Кодру, где помимо официальной цены, значит, порядка, там, 14 миллионов евро. Вот, забыл уточнить, там 14 миллионов евро, это белая цена, плюс 3 миллиона отдельно в кэше. Или там 11 были официально и 3 миллиона в кэше. Суть не в этом, заставили Плохотнюка купить этот, вернее, этого Сергея Чеботаря, руководителя Агроинбанка, заставили купить гостиницу Кодру. Хотя гостиница Кодру по сегодняшним деньгам стоила максимум 8 миллионов евро. И это знают все эксперты, все люди те, которые, как-то их жизнь связана с недвижимостью, с продажей, сдачей аренды в Молдове и так далее. Понимаете? Самое страшное, значит, в ближайшее время он хочет отнять, имея уже контролируемого Чеботаря, подчеркиваю, для тех, кто только подключился, речь идет о президенте Агроинбанка. Значит, имея его в руках, значит, они хотят часть акций банка передать государству. Вам по телеканалам будут показывать. Вот, смотрите, как Плохотнюк борется с Платоном. И якобы акционеры, которые представляли Платона, де юра, де факто владельцем был Платон, они переходят в государство. И бабушки, 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 дедушки, которые ничего не слышат, плюс этот старик Атабыч Андреевского, который вы видели сегодня у мораль программе, да? Значит, будут ахать, охать. Вот, смотрите, какой все-таки Плохотнюк молодец. Сколько он хорошего пытается сделать для Молдовы. Вот сейчас Андреевский сидел, мычал, я вам клянусь, ребят, вот просто реально хочется не войти, а влететь в Плохотнюку кабинет и просто спустить его через окно, чтобы Андреевский старший и младший ловили его с подойдяльником. Понимаете, то есть какие-то мрази, которые получают несколько тысяч евро в месяц зарплату, получают, наверное, какую-то кастрюлю борща. Наверное, Плохотнюк налил ему еще пару стаканов, когда Андреевский хвастался, что было Плохотнюка в библиотеке. Для чего? Для того, чтобы вы, негодяи, те, которые служите плохишу, покрыли новую кражу. Потому что Агрейнбанк, это не запарафиненный банк, в отличие от всех тех, которым прикасался Плохотнюк. И они хотят забрать акции государству, те, кто не разбирается, начнут хлопать. Но вам никто не говорит о том, что Сергей Яралов подготовил уже все компании, необходимые для того, чтобы готовы принять эти акции. Понимаете? То есть они решили треснуть последний мощный банк в стране. Обращаюсь к товарищу Яралову и ко всем этим Плохотнюковским сосочкам. Ребят, значит, Андреевские и так далее. Ребят, вы можете уехать. Значит, вы можете рассчитывать на то, что вы спрячетесь на каких-то островах, что у вас там есть левые паспорта, с левыми, правыми паспортами. Я не буду слушать таких больных, как Сережа Макану, понимаете? Потому что Макану прикольно. Макану на любых парламентских выборах может оказаться в Костюженах, понимаете? И как бы и оттуда будет, и там будет сидеть, заниматься агитацией. Что вот он призывает Павела Филипп, что Павел Филипп ни в коем случае не слушал Плохотнюка и не подал в отставку. Послушайте, вот я думал раньше, что реально Макану решил отобрать электорат у всех, у кого сможет, по полпроцента, по два человека, по три соседа, неважно, да? И сформировать свой электорат. Сегодня я послушал его мораль, и как это ни странно, потому что он критикует Плохиша, но сегодня могу сказать, что он работает. Вы понимаете, как Плохотнюк работает? Он выставил плохого и хорошего. Есть Андреевский, который с утра до ночи, да, Влад, Плохотнюк должен стать премьером, там, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, спасет Молдаву, и так далее. Есть Макану, который Плохотнюк, преступник, там, туда-сюда, и так далее. Потому что я как-то с ним разговаривал, и я ему как-то говорил, там, последний разговор у нас, правда, был давно. Я говорю, Дону Сергию, хорош, троез русник, куда мне идет? Я говорю, ну, вырушини, сбор битва же, просил. Я говорю, ну, да яка, ее, критик, демон, колон, колон, колон. Недавно я хотел с ним связаться, когда он пошел по Плохоте, значит, говорю, вернее, набрал его. Он не ответил, там, перезвонил мне, там, его знакомый, один бизнесмен из Румынии, говорит, так и так, там, он в парикмахерском, его беспокоить нельзя. Я говорю, ладно, я говорю, вернусь в Молдавию, будут ходить все с прической, как у Андреевского. А у Петку, наоборот, я думаю, зарастет. Вот, поэтому, ребят, мы говорим о том, что, еще раз подчеркиваю ваше внимание, если Плохотнюк проведет сделку, да, он украл какое-то количество миллионов евро. Как украл? Он заставил этого Сергея Чеботаря купить банк. Значит, банк запланировал уже вложить в кодру 50 миллионов. Значит, и самое главное, что Плохотнюк окажется акционером. Где у нас, ребят? Окажется в том же кодру, только уже через левые компании Сережи Яралова, понимаете? Потому что, если он будет в банке акционером, и они эти акции, которые отойдут государству, значит, заберут себе, значит, соответственно, Плохотнюк будет доля уже не только в гостинице кодру. Я понимаю, что завтра может начать этот, как его, всякие вот эти плохишевские СМИ, значит, говорить о том, что вот, как бы информация не подтвердилась, вот, смотрите, Сергей Чеботарь опровергает. Да сегодня Сергей Чеботарь, который под страхом тюрьмы, особенно, когда он видит, что там делают со всеми, кто сидят и кто реально борется с Плохотняком, значит, Сергей Чеботарь завтра даже готов будет подать в отставку и уйти с Аграйенбанка. Я хочу просто сказать, господин Чеботарь, я считаю, Дональд Серджио, Хадис Фим, Сереж, ел кредко, думневастро, требуется решить с инфацией, что-то тенево. С. Рекунаштецкой Плохотнюк в ашантажа за кое-что есть от Усары Пинали. Пятец плека ан Румыния, пятец плека ан Бруксил, на статили унити, венец, ла Москва. Унити дворец, думневастро, дардака астас, мерзец ла маршажение астакарю пригодит у Плохотнюк, Дональд Чеботарь. Брав, сэштецкасы, брав, кассы Фисла Куренкова, после распудниц шедумеос персонал. Кас кумпарат, кумпрец, кумпрец, ексадзерат, хоть елу кодру, шастас, прыгатецка акціонеля сажунга, дейюра ластат, пюнти инфарти скурт, паста ли приез серёжа ералах кубригада. Ну, пати Плохотнюк сэйди строга питоц, карелупта, серджио. Да, астас ціне фарте муць уаменем пшкареез, ба тежок ді гринку. Периодик арестеазе примари, уамени дин екипа меа, каре луптэ, куачес некурат. Дарастас, дак крейдецка, савец ол онан, по эти дой паче, доまあечеботаре, устряк 3-4 Sheriff, шіпастаць тотла прункол. Настав силь Ground на стас неж�е кареже, кунуста, эста, эста... Прессаж у меня от Сергея Чебутаевна. Я хотел бы сделать апел от представителей Марии Фераевича на Амбасаде Республика Молдова, на организации интернациональной, которые были представлены Консилию Европы, ОСЧЕ, ащи дала НАТО, ласай пацан с удыхнявск, стимац, не стимац, приятени, ва нумес приятени, деоаре че, спер, ка тот чей дин вы, каре репрезенту ун стат сау алт ун Республика Молдова, факт туту, шы, пе мусь дин вы, ва кунос персонал, шы, чар, сун дакор, там, кто сме голодно, че о том, ка луна Республика Молдова си трэйаска ма и бине. Дар протеженды, окешт, че-тиминал, протеженды, окешт, inneторопь, дин кауза ла карея не ма пот, нетоише, эсси, пиу плотани, с Юм ла премария, ла луку, са нун гуду пи скайп, са нун гуду пи ватсап. Сегодня, когда мы собираемся с людьми, которые борются с нашим партнером Плахотниуком, сегодня, поддерживая их, поддерживая этот бардак, который находится сегодня в нашей Республике Молдова, я хочу спросить о кража миллиардов, что вы говорите в прессе. Никто, я знаю, что многие, я знаю, что они знают. Теперь я расскажу о фуртах, которые у нас есть партнерный лог. Да, мы говорим о миллионах евро. Но, конечно, новая древность Плахотниук говорит «лаба», «печер», «бан». Но я хочу сказать, что сегодня, это самый большой банк. Да, это очень безопасно, чтобы не сказать что-то, что это очень безопасно. Это очень безопасно Мобиас Банк. Да, потому что у нас есть строители и у них нет работы. Олег Воронин, которые американцы, протяжают финком банку. Все боятся на то же. Даже раз-то в рау с фуринг куда-то Агроинбанку. Ворог селым витаспи домнул Серджио Чеботарь, лаурче амбасада, и в дискуссии приваты, мы рекомендываем, что то, что я вам сказал, что я сейчас сказал, что это ослабление. Что было бы не было предупреждено Плахотниук, чтобы купить рекомендую церковь, чтобы купить господаль, чтобы купить господаль. Так же, Плахотниук он шантажит, чтобы плахотниук в эту банку. плюс хочу сказать, что я скажу так в путь время в последнее время у меня был принят дозарь пенал в котором все движения политики и нашу я понимаю не плачем как они говорят Алпинегру Чубашенко как они говорят Илья Анкашу и остальные коллеги и те же которые не признаны в территории цели которые принимают в территории и в территории вообще много людей у меня и у них очень правда у приходят дозарь пенал в рамках притом флагрант как люди принесли зарплаты для уста и как уста и уста по мне в территории а ухажен на фактику что у решили птицы и человек очень похож к мне который не поможет он махал Но этот баяц, Сергей, есть шофер для нашей семьи, он говорит о 11-11 годах. И теперь он говорит о гриже для родителей. Сегодня Плакотнюк хочет бать больше людей на пушкаре, потому что он хочет отдохнуть на Феликс Гринку. А у него шашпи для Феликс Гринку. Они как фуры, яралов, кутэти буртуры лезть, а карестав на Джейбиси, шоалтэй локалитэс. Алтэй кладиря лой Плакотнюк. И нормал. Астас, амчарут, сфюм прочес дискис. Инсистым кодатэ, воров динтот и инема. Спудец болванил урэшта дипрокурорик. Амайцал ты Плакотнюк. Домну ли Петит? Домну ли Михалку? Деваричи внуку носк. Нового амбассадора униуни европейник персонал. Внуни амбазур. Дар кредко думнялы кунашти фарти бени, диспримениш диспричей, че фа кьён традивер. Экавидецко наводите Плакотнюк с Чарли. Чарли, ну что это? Должен был назвать на буква. Кстати вчера. Оттема отобьемся. Значит, в результате на буква увидел очень много, очень много предложений. Так как по документам, как бы там сохранить родословную и так далее, то есть должна быть кличка начинаться на А. А я посмотрел на то, что у него уши как у слойника, поэтому я его назвал Чарли. А завтра из Швейцарии приезжает ещё к нему новый друг. Ещё одна гончина. Видите, услышал про Плакотнюка. Всё, маленький, не плачь. Мы приедем домой, ты будешь кушать холодец из Андреевского, винегрет из Плохиша, без кости в Барсетке ничего кушать не будешь. Мясо старое. Хорошо, мальчики? Вот. Поэтому ситуация очень простая. Нас уничтожают. Нас сегодня хотят уничтожить. Нас хотят сегодня запретить, не дать нам дойти до выборов. Потому что, видите ли, мы реально боремся с Плохотнюком. Добейтесь, пожалуйста, того. Пусть передадут все уголовные дела Великобританию, которые есть. А ещё лучше, как я говорил, международная группа следователей. Великобритания, Румыния, США, Италия, Австрия, Испания, Португалия, Россия. Те страны, где есть уголовные дела, где Плохотнюк фигурирует. Понимаете? И всё закончится за полгода. Окей. Вы боитесь, вы верите в те сказки, что Плохотнюк сохранит сегодня европейский вектор и так далее. Послушайте. Я говорю, когда я вижу эти байки, что как пугают вас русскими танками, и вы в это верите? Может быть, вы на месте. Нет. Но ваше руководство за рубежом верит. Послушайте. Что вот есть русский танк Дадон. Что Плохотнюк проевропейский. Послушайте. Если разобраться реально, Дадон более проевропейский, даже чем Плохотнюк. Поэтому не надо так сильно Игоря бояться. Игорь просто... Тем более президент с кнопкой. Он же как бы особо... Он не мешает при Плохотнюке, а когда Плохотнюка не будет, Игорь вообще делать ничего не будет. Поэтому вы не переживайте. Вот. Поэтому все то, что я хотел до вас довести, ребят, значит, я вас прошу. Давайте не будем безразличны к тому, что происходит в стране. В течение одного-двух дней я буду в Москве, и мы начнем ту работу, о которой я говорил с диаспорой на прошлой неделе. Поэтому, ребят, давайте собираться и давайте просто ловить Плохотнюка, ловить всю эту шоблу и просто сажать его в подвал, а потом народный суд решит, что с ними делать. Самосудом мы заниматься не будем. Вот. Поэтому я вам всем желаю хорошего вечера, ребят. Я хочу поблагодарить всех тех, которые рядом со мной продолжают бороться и продолжают делать все то, что мы с вами начали. У нас есть огромное обязательство перед всеми гражданами страны, и мы его должны выполнить. Либо мы должны смириться с тем, что Молдова уже в 18-м году как государство перестанет существовать. Вадурец Косе Арабона, спер, с дучим пан лакапот разбой у нас с режиму бандитеского Плохотнюка, и после этого Република Молдова, я хочу поблагодарить вам, что я seçенber в 18-м году, который был в 18-м году и был в 18-м году. Дискалка Косе Арабона,-да, с дружиным годом, и Mandarin. Спасибо, ребята, всем за репосты. репосты. Мне очень важна ваша поддержка, потому что без вас мне тяжело довести информацию до всех граждан страны. Вот. Поэтому всем пока. Хорошего вечера. Не комментирую определенные события. Не хочу сейчас мешать все на кучу. Но плохотнюк по морде сейчас будет получать постоянно. Потому что этот подонок это заслужил и он должен быть в тюрьме. А все люди, которые невинно пострадали, должны быть на свободе. Все, ребята, пока.